В бассейне «Дельфин» традиционно полно ребятни. Занятия на воде входят в расписание многих учебных заведений. Почти три тысячи часов в месяц здесь проводятся занятия со школьниками муниципалитета. Ребята соскучились, поэтому очень много детей. Казалось бы, что боялись, люди должны бояться, дети боятся, но, увы, это далеко не так. И, наверное, радостно, когда ты видишь, что у тебя полный бассейн детей. Параллельно с любителями занимаются и профессионалы. Тренер Андрей Шишин воспитал немало успешных пловцов. По его мнению, сейчас, в период неопределенности, требуется повышенное внимание не только физической, но и моральной подготовки спортсменов. Будет Олимпиада, не будет, есть отбор, нет. Какие условия создадут, если и будет Олимпиада, на какой период закроют сборную, на полгода, чтобы иметь качественную подготовку. Выдержит это морально спортсмен, не выдержит. То есть у топовых спортсменов это все-таки имеет значение, потому что на кону слишком важный старт, на кону очень и без того сложная нервная подготовка, она еще будет в непонятных условиях. 11-летняя пловчиха Виктория Таранникова недавно отлично выступила на районных соревнованиях и готовится к областным. Среди спортсменов младшего возраста – золотая рыбка. В своих силах она уверена. На первенстве Ленинского района первое место и в эстафете тоже первое. А там вот на рыбке тоже должна быть первая, там вторая. Чемпиона мира Ивана Гирева уже давно не именует восходящая звезда. На многочисленных соревнованиях он доказал, что способен на многое. Он готовится к состязаниям международным и тоже настроен решительно. Я не нервничаю. Я спокойно тренируюсь. У меня все по-домашнему. Надеемся, что все-таки Олимпиада состоится и пройдет отбор на нее в апреле месяце. Ну и будем отбираться. Такому оптимизму можно позавидовать. А сейчас, хотя занятия в бассейне проходят вроде бы в обычном режиме, здесь соблюдается ряд строгих правил. При входе это фильтр, проходят ребята, обязательно температура. По 7 человек на дорожке, не более того должны быть. То есть 4 дорожки, это 28 человек должно быть. Не на одного человека больше. Ну и плюс ко всему, если мы на сборы посылаем, то это сдаем анализы. А так-то мы все проходили тестирование. И в условиях пандемии сотрудники бассейна «Дельфин» продолжают работу, чтобы их воспитанники и дальше радовали земляков своими победами. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.